В отличной форме готовятся пойти в школу ученики. Родители покупают канцелярские принадлежности и выбирают форму, конечно, по карману. Какие тенденции сейчас в одежде, кто заказывает и как выглядит школьный костюм от кутюрье, узнавала Екатерина Сударева. Ирина Ларионова вместе с сестренкой Зариной за школьной формой пришли в крупный магазин. Говорят, выбор большой и за качество спокойный. Впрочем, фантазировать не приходится. Возьмут то, что не противоречит школьным правилам. Во многих учебных заведениях форма единого фасона и цвета. Форму у них в школе, конечно, выбирают. Но в родительском совете каждая школа сама и тяжело выбирать приходится, искать. Больше требований не к фасону, а к тканям, говорят родители. Требования к качеству, чтобы сететики меньше было, потому что у нас в школе тепло. Если фигура нестандартная, то выход один – идти в ателье. К портным обращаются и те родители, чьи дети по религиозным соображениям не могут носить привычную форму. Хотелось бы, чтобы это было скромное в виде сарафанчика одеяния, либо это был костюмчик и юбочка, и, конечно же, головной убор. Так как у нас еще массовое производство не наладило выпуск такой формы, у нас много заказов. В ателье сейчас горячая пора. Много заказов и от школ, где решили ввести единую форму. Но против такого однообразия выступают дизайнеры. Индивидуальность в одежде можно и нужно проявлять, говорят они. При этом не отступая от строгих школьных правил. В этом сезоне в тренде – юбки-гофры, укороченные пиджаки и баски. Этот тренд на приталенность с помощью баски. Посмотрите, здесь ведь нет ничего вычурного. Но только покупкой формы не обойтись. Нужны еще концтовары, спортивная одежда и обувь. Ни одного ребенка родители не отправят в школу без ранца. Сейчас очень популярны ортопедические рюкзаки с твердым корпусом. Цена их достигает нескольких тысяч рублей. Однако есть рюкзаки и попроще, и стоимость их на порядок ниже. Пока дети выбирают тетради и пеналы поярче, родители подсчитывают расходы. Тысяч 20 придется потратить. Считай форму, надо хорошую купить, и спортивку желательно на два года выбрать. Можно потратить и меньше, но в любом случае подготовка школьника – удовольствие не дешевое. Не каждая семья по силам. В республике уже традиционно в преддверии начала учебного года стартовала акция «Помоги собраться в школу». Благодаря спонсорам и меценатам для каждого первокласски в Татарстане 1 сентября всегда праздник. Екатерина Сударева, Алексей Захватов, Вести, Татарстан.